Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать всех. Ну что, поехали. Вторая часть программы, которая была вчера, в описании этой программы есть ссылка на первую часть. Ну и давайте сразу будем смотреть, что произошло. И я напомню, как, в общем-то, все это было. Вот у нас сейчас календарик на среду, 16 число, сегодня 17 число, 17 июля 2021 года. Собственно говоря, заметьте, дата 16-17. Ну, те, кто смотрит наши программы на других каналах, ну, имеется в виду канал, главный канал Центра Сангейс, я не один раз задавал вопрос экспертам. В принципе, это я знал, но я задаю вопросы риторические, для меня риторические. Я хотел посмотреть, как они ориентируются в этом, что в этом они могут увидеть. С точки зрения эзотерики, разумеется. Ну, если честно, ничего не увидели. Специалисты, и в принципе, ну, трудно предположить, и трудно, скажем, прогнозировать дата, которая будет впереди. Ну, только астрологи это могут делать, то, или иной долей вероятности этого процесса. Но здесь есть специфика, специфика, скажем, это числа, применительно к тому направлению, в котором мы сегодня находимся. А мы сегодня находимся в направлении, и речь идет о канале на YouTube, финансовом канале, в котором, ну, есть такие вещи, как биржевой трейдинг, и сегодня у нас есть люди, которые в этом хотят принимать участие, особенно потому, что совсем скоро начинается у нас, ну, буквально до недели мы уже начнем курс, второй поток от нашего образовательного курса. Вот. Ну, и, соответственно, есть люди, которые участвуют в так называемых инвестициях, и инвестициях, ну, опять же, сейчас направление у нас всех инвестиций, и самое такое предпочтительное, скажем, направление, и довольно легкое направление, чтобы принять в этом участие, это криптоденьги, цифровые деньги. Вот. Ну, и я это, почему, скажем, видел? Я не видел, если честно, это на той неделе, я это увидал, когда уже пошли новости, и новости были как раз такие в том, состояли в том, что в среду, конкретно вот 16 июня, видите, да, в среду 16 июня, у нас новости по заседанию, видите, да, это называется Панельский Federal Open Meeting Committee, или заседание членов Федеральной резервной системы. Это все состоялось в 13 часов по времени города Чикаго, или 21 час по времени московскому 16-го числа в среду. Вот эти три репорта, то есть, projection – это то, что, ну, скажем так, прогноз, да, на будущее членов этого кабинета. То есть, было 18 членов этого кабинета, Федеральный резерв или Центрального банка, Центральный банк Соединенных Штатов Америки, что, по сути, пока на этот момент является Центральным банком мира. То есть, все смотрят вот туда, и, соответственно, с этим, то, что происходит здесь, проектируется. Ну, пока на этот момент вот так. Такая система, и все биржи крупные находятся в Соединенных Штатах, ну, не считая крипток. Хотя мы этого не знаем, насколько они крупные, насколько они действующие и так далее. Формально мы не знаем. Вот. Ну, и они выпускают после этого резолюцию в соответствии с голосованием того, что членов кабинета, что они, скажем так, видят. Это все состоялось, повторяю, в 13. В 13.30, значит, спренд-конференция, которая заключила, завершила вот это заседание. И что после этого произошло? Что после этого произошло? И вот в первой передаче я об этом говорил. И давайте мы посмотрим. Я сказал, что в основном, опять же, смотря для кого, ну, скажем, для, дорогие друзья, вас, русскоговорящих, трейдеров или участников, большей части трейдинг идет на стороне Форекса. То есть это соотношение валют, ну, в основном это евро, доллар, ну, и другие какие-то валюты. В то же время, в то же время, это было и имело значение именно вчера. И сейчас мы это посмотрим на то, что называется equity, equity, или это фондовые биржи. То есть было достаточно серьезное падение фондовые биржи. Так. Артем, добрый день. Так. Ну, вот давайте теперь мы от этого отойдем и посмотрим, что было у нас с евро. Ну, я поставил стрелочки, здесь мои, так сказать, расчеты. И я говорил, что зона-то не... Видите, какая? Здесь четырехчасовое, но вот это падение было в 13 часов. То есть это падение падения евро против доллара. То есть мы мгновенно дошли сюда, мгновенно дошли сюда, мгновенно дошли сюда. Здесь четыре часа, но давайте посмотрим, допустим, 30 минут. 30 минут. Видите? То есть в течение 37 минут мы дошли до этой зоны. Видите? Вот мы дошли до этой зоны. И дальше мы болтались в этой зоне примерно в течение вот этой точки. Потом еще 30 минут, потом еще 30 минут. И, наконец, мы пробили эту зону. Здесь все расчерчено. Видите, это заранее расчерчено. То есть, эта зона была главная. Итого, вот эта зона теневая, это зона, которая была зоной пробития. И я об этом говорил, потому что как только мы увидим это пробитие, мы можем здесь брать профит. Ну, мы придем сюда, сюда, сюда. Я говорил, что это промежуточные таргеты. Главный таргет, ну, вот на этом участке времени, это промежутки 1,20 и 3 десятых. Здесь у нас 1,20 и 95. Значит, 65 пипс мы здесь имеем. 65 пипс мы имеем. И если мы... А вероятность этого... Ну, вероятность невероятная, я бы так сказал. То есть, вероятность этого момента падения в эту зону настолько серьезная, что она приближается через 100%. Для меня. Поэтому в этом исключительном случае, видя вот это пробитие, можно загружать на полный. По полной можно загружать. И то, что называется марджин, и плечо. Но даже если мы не будем это делать, а если мы купим один стандартный лот, один стандартный лот вот этого евро-доллара на понижение, да, в селл-шорт, то мы заработаем 650 долларов при вложении примерно 2300. Вот столько это стоит у нас у брокеров, чтобы купить один стандартный лот. Так? То есть, это, по сути дела, 2300 и 600 – это 40%, правильно? Примерно? Нет. 30%. 30%, да. 30% мы можем получить мгновенно. Если мы купим 2, соответственно, умножаем. Мгновенно. В течение 30 минут мы это увидели. На самом деле мы увидели это значительно меньше, потому что здесь промежуток времени 30 минут. Я могу разбить его на 1, 3, 5 минут и увидеть, сколько это было. Но дело не в этом. Дело в том, что эта зона являла зоной суппорта. Соответственно, следующий уровень здесь. Он был прочерчен, видите, здесь. Я его... Ну, мы видели это. То есть, здесь мы дошли сюда еще в течение каких-то там двух часов и заработали. То есть, здесь мы вышли, да, например. Здесь мы зашли шорт. Здесь мы вышли, заработали свои деньги и ждем пробития. Не здесь, потому что мы отсказали вот сюда, а вот в этом месте. Вот в этом месте, ниже этой зоны. 1, 20 и 12. 1, 20 и 13. Здесь 1, 19 и 86. Правильно? То есть, это еще 30 пипс. Итого здесь уже 90 пипс мы имеем. Когда мы пробили эту зону, мы ждем следующую зону. Здесь. И теперь мы ждем следующую зону. Здесь. Это реальное время сейчас. Поэтому я все еще остаюсь шорт. Что самое интересное. Естественно, я беру здесь профиты, но я еще раз говорю, я опять вхожу в том же месте и вижу пробитие этой зоны. Это я несколько раз объяснял. И это очень классное, на мой взгляд, объяснение. Очень конкретное предметное объяснение. То ли это домик, который мы рисуем, сваи, плиты перекрытия, и пробитие линии вот этого перекрытия ведет к тому, что мы падаем на следующий этаж, на следующую плиту перекрытия. Ну, или, если говорить, проводить аналогию с лифтом. Вот здесь люди приехали, вышли и поехали вверх. Потом они тронулись вниз. И, соответственно, они должны приехать на следующий этаж. Лифт посередине этажей практически не останавливается. Вот. Пробили эту зону. Мы идем к этой зоне. Откуда? Это вопрос другой. Как мы вышли? Ну, это то, что у нас было с евро. Теперь посмотрим на британский фунт. Та же самая история. Просто британский фунт меньше воздействует, скажем, падение или подъем доллара американского. Меньше воздействует на фунт, поскольку он занимает всего лишь третье место в корзине из шести валют, которые составляют индекс доллара американского. Это технические какие-то детали, которые вам не надо. Возможно, и это не имеет значения на самом деле, потому что как мы в этом процессе будем участвовать? Я в очередной раз говорю. Да мне все равно, хоть прогноз погоды. Вот из чего он состоит, из каких элементов. Вот что это за криптовалюта, которая называется, к примеру, РИПУ. Ну, замечательно, здорово. Мы это все узнали дальше, как она нам помогла. Мы узнали, что это такое. Если мы хотим в этом принимать участие, инвестировать, так нам надо не знать, что это за валюта. Нам надо реагировать на какие-то действия, на какие-то уровни. И вот на эти плиты перекрытия или на эти потолки, полы и потолки, которые называются суппорт и резистность. Вот только и всего. Этому посвящен образовательный курс. В этом все дело. Нет никаких проблем с людьми, которые не хотят это делать по многим причинам. А даже если хотят, они не чувствуют в себе уверенности. А даже если они не чувствуют в себе уверенности, у них нет возможности такое пришло за стоить деньги. Но это нормальное явление. Мы хотим зарабатывать деньги, а для того, чтобы зарабатывать деньги, мы должны их тратить. Вначале это закон такой. Об этом идет речь всегда. Если мы хотим получать знания, нам надо что-то отдавать, чтобы их получить. Отдавая только, мы получаем. Это вселенский закон. Я очень рад тому, что очень многие находятся в центре Сангельс и здесь по ассоциации это вещи понимают. Но кто не понимает, значит, время их не подошло, никаких проблем нет. Кому-то не надо образование. Не вопрос. Вот. Итак, вот здесь зона, и я об этом сказал, потому что следующая зона будет здесь. Поэтому что я делаю? Я продолжаю оставаться шорт. Дело в том, что вот это дороже значительно, чтобы купить, скажем, вот этот стандартный лот, мы должны заплатить в два раза дороже. Но, соответственно, вознаграждение больше у нас. Поэтому, смотрите, 1,4070, 1,4080 примерно, а здесь у нас было 1,3935. То есть 150 пипс мы уже здесь имеем. 150 пипс, а не 60, не 90, а 120. То есть вознаграждение здесь было бы неизмеримо больше. И вот эта точка вычислена, это точка моя, которая выслована, находится здесь. Почему? Это вопрос другой. Но я, допустим, продолжаю оставаться шорт. Вот такая ситуация. На лонгторм, на самом деле, мы идем вверх. Но если мы будем ждать, то мы здесь очень серьезно пострадали. Для тех людей, которые имеют в своем портфолио вот эту вот пару, британский фунт против доллара. То есть здесь для меня потенциал падения в эту зону, чем потенциал падения вверх, поднятия вверх, ну, разумеется, значительно больше. Верно? Ну и в соответствии с тем, что мы эту зону пробили, я предполагаю, что мы придем сюда. Собственно, я в этом процессе участвую регулярно и практически каждый день. Дальше. Смотрите, канадский доллар. Канадский доллар. Канадский доллар, и вот здесь канадский доллар. Заметьте, то же самое было сделано. Посмотрите, вот этот вот скачок вверх, этот скачок вверх до этого уровня. Эти все линии, естественно, известны давным-давно. И здесь четырехчасовой график. Если мы сейчас возьмем те же 30 минут, то мы увидим, что вот здесь точка входа, ну, или вот здесь точка входа, пробитие вот этой зоны. Здесь наш лифт тронулся с этажа. Вверх тронулся. Но вариантов нету, простите, для лифта, для лифта, не дойти до следующего этажа. Но нету вариантов. Там люди выходят, там кнопка нажата. Поэтому мы идем на эту остановку. Вот мы сюда пришли, и мы здесь болтаемся. Видите? Посмотрите, сколько времени. Эти линии расчерчены на основании сакральной геометрии. Геометрии. Это не семи пядей во лбу надо быть, чтобы знать. Это закон, который известен там, наверху. И все, что нам надо делать в жизни, соблюдать заповеди, если мы хотим куда-то там вознесись и так далее, соблюдать нам, как минимум, надо соблюдать эти заповеди. А в трейдинге нам надо соблюдать те же законы, которые там сделаны, но применимы у нас на Земле. Вот и все. Все очень просто. Казалось бы, да, если вот послушать, все логично, верно? Дальше. Здесь вход, здесь выход. Здесь вход, здесь выход. А что будет дальше? А дальше будем видеть. Пока мы доехали до остановки и разумно сделать выход. 1, 20, ну скажем здесь, 1, 22, 0, 1, 23, 37, 130 пич. Итого. Умножаем 100, ну прибавляем 100 пипс на евро, 100 пипс на африканском фунте, 100 пипс на канадском долларе. Ну грубо, там больше. Сколько это будет? 100 пипс? Это 1000 долларов. На 100 пипс. 3000 долларов мы можем получить, если мы, понимая это, будем инвестировать в эти вещи, в себя, в свои знания. Мы инвестированы, получаем праздник. Это происходит регулярно. Это конкретная вещь. Это не то, что я теоретически где-то как-то рассказываю, что будет, если вы придете сюда, если вы возьмете курс, вы будете зарабатывать вот такие деньги. Вы можете их зарабатывать. Это перспектива. Будете, это вопрос другой. Это все зависит от вас. Это зависит от очень многих других факторов. И, разумеется, зависит это от меня как руководителя этого курса. Но это происходит. Поэтому вот так. Сейчас у нас идет обзор в открытой группе с целью понимания. Вот для меня, допустим, вот это все, то, о чем сейчас идет речь, или трейдинг, или биржевые, это маленькая часть моей личной деятельности. Серьезно говорю. Это будет программа, скажем, философского направления, конкретных каких-то вещей, ответов на вопросы в центре Сангейс, ну, как бы, в формате пресс-конференции. Потому что сейчас там, ну, какие-то есть моменты достаточно серьезные, которые хотелось бы поделиться. Но поскольку здесь находится, вот я смотрю, шесть человек, то есть это, по сути, никому не надо, даже трейдером для меня. Поэтому это разговор сам собой. Вот. Ну, хорошо, поехали дальше. Вот это интересный момент. Значит, это японский доллар против, то есть японская иена против американского доллара. та же самая схема, видите, да? Здесь, правда, четырехчасовой график, но вот это падение, это вчерашние реакции. Вот здесь sell short, вот здесь, в этом месте sell short, и в этом месте profit, и в этом месте profit. то есть, базируясь на том, что здесь было low, и здесь стоят стапы для людей, которые хотят покупать японскую иену, эти стапы рано или поздно заберут. Вот. Здесь линии верхние, это линии, куда пришли, это линии резистанса, эти зоны, ну, и реакция на эти зоны, и сейчас мы вот здесь находимся. Это то, что вчера было, освещалось. Теперь самое главное, наверное, да, в этом деле, как же среагировал доллар? Вот посмотрите, это значок доллара. Вот. Это индекс доллара. Это индекс доллара. То есть, все валюты мира, они, в принципе, должны реагировать на, пока на этот момент, на доллар. Ну, так получается, правильно? Потому что это, как бы, считается центральная, главная валюта на этот момент, принятая во всех странах, доллар. Это соотношение, разумеется, изменится, но на этот момент это именно так. И, исключение, знаете, какая валюта? Российский робот, он совершенно не реагирует на доллар. Он действует по-своему. Хотя есть, в данном случае, как раз была реакция, он, ну, доллар подскочил по отношению к рублю, именно в этой связи. Но это соотношение может и измениться, опять же. Дело не в том, как он поднялся, почему, а дело в том, какая реакция на уровни. Вот о чем идет речь. Короче говоря, вот эта зона, и об этом вчера шла речь, зона подъема. 90-67, здесь намного больше вознаграждения, потому что это фьючерсы, фьючерсы гораздо более, значит, ну, вложение денег приносит результаты гораздо больше на заработок, допустим, если, ну, в ту сторону идет, куда мы планируем. Вот на этот момент вот это находится здесь. Видите? То есть, я элементарно просто, да, составив базу, это неполная часть, но она составляет какой-то достаточно неплохой процент. Я об этом говорил. Посмотрите, то есть, вот следующая точка будет здесь, 91-94, сейчас 91-81, вот здесь, вот здесь находятся деньги, и их немало, кстати, просто, так сказать, казалось бы, тут несколько другие соотношения, вот, но, вот, я был бы очень рад, если бы я увидел падение сюда, а потом подъем от сюда, потому что сюда мы дойдем практически неименуемо. Здесь находится остановка, выхода пассажиров, которые с этого этажа едут на этот этаж, условно говоря, да, вот, поэтому я продолжаю оставаться, здесь я продолжаю оставаться short, потому что минимум мы дойдем сюда, здесь я продолжаю оставаться short, минимум мы дойдем сюда, про канадский доллар, он не функционирует, так как прямая, скажем, реакция на американский доллар, как канадский доллар, поскольку тут нефть, да, ну, а тем не менее, новозеландский доллар, видите, да, вот, я показал эти линии, эти линии были показаны вчера, и новозеландский доллар продолжает быть short, и я здесь хочу выйти, вот, у меня здесь, у меня есть short, то есть, иными словами, вот это падение показало, вот этот подъем, они сами давали рекорд новозеландии, у них самих был экономический рекорд, поэтому они подскочили, но это временное явление было, поэтому это был short, потому что мы пробив эту линию, идем сюда, для меня нету никаких, и здесь довольно серьезные деньги, так, австралийский доллар, несколько другая ситуация, почему, по австралийскому доллару, я думаю, что мы пробьем эту зону, потому что здесь стоят стопы, но мы находимся в общей зоне пробития, и вот эти линии, они были показаны, что первый short здесь, второй short здесь, видите, отскочило сюда, и вот здесь short, видите, вот эта линия, это линия пробития, вот эта, то есть, это вот это, вот это называется, support, попадание в эту зону, выход, подход сюда, опять отскок сюда, в эту зону, sell short, и наша зона вот здесь, я думаю, что мы придем сюда, поэтому, пока это short, другой вопрос, мы можем отскочить, но это вряд ли, так, это мы рассматриваем в форекс, значит, дальше, значит, SPX, дело в том, что S&P 500, это индекс, а это, видите, а это ES, вот это ES, да, вот это YM, это фьючерсы, поэтому, если мы вместо этого сейчас поставим фьючерсы, то мы увидим вообще совсем другую картину, да, мы увидим, вот падение, почему, а потому, что, очень интересно, с одной стороны, а потому, что федеральная резервная система, и члены кабинета этого центрального банка, 11 человек из 18, проголосовали, за то, что в 23-м году, аж в 23-м году, то есть через два года будет повышение тарифной ставки, через два года, а вы представляете, какой кошмар, а планировалось в 24-м году, так вот эти ребята проголосовали, что будет в 23-м году, из-за этого весь маркет полетел, ну, как вам это нравится, ну, полная для меня галиматья просто, ну, полная чушь, то есть полная манипуляция и так далее, и обзор аналистов, вот, говорит о том, что это просто, ну, вот просто поговорить, да, и объяснить какое-то действие, которое, заметьте, идет в зоне 16-го, 17-го июня, те, кто сейчас, допустим, позже подсоединились, они могут, ну, вернуться в начало, и я об этом говорил, дата 16-го, 17-го июля, причем, называя эту дату, допустим, ну, я тоже имею, конечно, это не то, что я ее там где-то в голове создал, я объективный человек, я получаю просто информацию, но информацию, которую получают, я просто умею пользоваться, вот, эта информация была о том, что существует опасность, или цикл, цикл, причем, не какой-то глобальный цикл, цикл просто, в данном случае, в трейдинге, 16-го, 17-го числа, это дата была, и 16-го числа, тогда, когда я называл эти числа, я не ассоциировал, вот, с этим заседанием, Федеральной резервной системы, они бывают раз в месяц, раз в два месяца, вот эти, Фомк, да, но в итоге, так оно и произошло, и вот, оно отлетелось сюда, почему, причем интересно, что если мы посмотрим, здесь реальное время стоит, то есть, здесь нету, не видны гэпы, понимаете, не видны гэпы здесь, то есть, для меня, допустим, давайте проверим, для меня предпочтительнее, вот эта зона, была бы падение, то есть, я полагаю, что это временное явление, да, и вот конфигурация, сейчас мы строим, здесь свечу под названием доджи, пока, да, но это, это, это без, учета, скажем, ну, у меня есть другие графики, которые показывают дырки, или гэпы, здесь мы не видим этого гэпа, да, вот, я не могу сказать, а, вот SPX, я могу сказать, вот смотрите, SPX, видите, вот здесь дырка, и вот это называется гэп, вот эта точка, и эта точка гэп, мы опустились ниже, но не закрыли, это был хвост, значит, с моей точки зрения, мы должны сюда прийти, а это 30, на этот момент больше 30 поинтов, умножить на 5, здесь полторы тысячи, короче говоря, здесь лежит внизу, потенциал, полторы тысячи, другой вопрос, мы можем пойти опять вверх, как это было не один раз, если мы сейчас проверим, здесь тоже у нас есть гэп, то мы имеем минимальную точку, еще ниже даже, чем вот эта, но полагаю так, что сюда мы должны прийти, если только мы не пробьем опять вверх, и в общем-то, по большому счету, циклы падения, или то, что называется, сезонные циклы подъема и падения, говорят о том, что мы, гораздо больше у нас вариантов, пойти вниз, чем вверх, но это мы проверим, так, давайте посмотрим золото, удивительно, но золото, видите, не дошло совсем чуть-чуть, и продолжает падать вниз, это входы, для золота, это входы, если мы сейчас, опять же, проверим, то есть, вот эта точка, вот эта точка, видите, интересная вещь, да, вот эта точка пробития, вот эта зона, да, вот эта зона, пробития, и следующая зона должна быть здесь, вот мы здесь и находимся, причем, заметьте, пробитие, подъем к этой зоне, салшот, и сюда мы идем, если мы сейчас пройдем ниже вот этого, то мы пройдем сюда, 1767, еще ниже 1727, но, все равно потенциал вверх, но цикл показывает пока рано, вот, ну, или вот в это время, 16-17, сегодня, то есть, это как раз-таки зона, ну, зона цикла, которую можно было предположить, так, это у нас, видите, Brent Crude Oil, четырехчасовой график, 13 часов здесь было, падение вниз, вот, и сейчас отскок, Brent, я трейдаю Crude Oil, с Ру и Нев, допустим, так, или WTX, по-моему, называется она, да, вот, или CL, это фьючерсы, а Brent, у нас нету Brent, ну, в Соединенных Штатах, для трейдеров, есть, но, практически, никто не трейдает, поэтому потенциал пробития этой зоны, мы идем вниз, пробитие этой зоны, мы продолжаем идти вверх, собственно говоря, на Crude Oil мы дошли до таргета, который я говорил, 71,50, или что-то такое, в этом роде, вот, дальше, давайте посмотрим, YM, вот YM, это вот это вот падение, это индекс Dow Jones, фьючерс Dow Jones, и вот здесь последнее, то, что я хочу посмотреть на этом, это VIX, это индекс волатильности, индекс волатильности, который прыгнул с Gap, вот, в это время, в 13 часов, и вот сегодня он находится, вот, в этот момент он находится здесь, но, волатильность снижается регулярно, да, но это тоже какой-то некий показатель, хотя, в принципе, может произойти какие-то, какое-то событие, которое будет резкий скачок, вплоть до вот этих вот зон, может быть, то есть, очень резкий скачок, связанный с какими-то серьезными событиями, гораздо более серьезные, которые, в общем-то, прогнозируются на следующий цикл, иными словами, вот, теперь давайте посмотрим, наверное, многих интересует, давайте я время на это уберу, ну, и давайте посмотрим, биткоин, ничего не изменилось, я и говорил, что ничего не меняется, на рынке криптомонетном, криптовалютном, потому что, вот, то, что там происходило, заседание, оно никак не решает, это будет, возможно, какое-то специальное заседание, тогда мы будем видеть, то есть, идет консолидация на протяжении месяца, ничего не меняется в этой зоне, и мы должны пробить, как минимум, 42 700, для того, чтобы сказать, что, возможно, мы идем вверх, так, ничего тоже не изменилось, вот она идет консолидация, вот эта зона пробития, то есть, эта зона, собственно говоря, не пробития, это пробитие, конечно, но с другой стороны, это таргет, если только мы не пробьем опять low, но вы видите, мы консолидируемся, вот если взять это падение за единицу, то мы консолидируемся внизу, и вот здесь, пэттерн, вот эта линия, и вот эта линия, если мы пробьем эту линию, тогда мы очень серьезно можем пойти вниз, очередной раунд падения, вниз, шиба, шиба, ну, я говорил, я говорил о том, что, обращал внимание, о том, что много дал процентов, вот этот шиба, да, вот в этом месте, но я сказал, что рано или поздно, мы должны прийти в эту зону, вот эта зона, возможно, покупки, кто хочет, так сказать, заняться гембл, то есть, вот здесь, 727, 730, вот в этой зоне, мы где-то 732, да, но здесь мы дошли, и помните, да, если кто смотрел первую часть, я говорил, что если мы посмотрим на начало трейдинга, вот сюда, то мы увидим тот же самый вариант, это начало, открылось здесь, поднялось вверх, пошло сюда, и потом консолидация, и мы закрыли, по сути дела, то, что где мы начало, и пошли вниз, здесь, та же самая схема, абсолютно, и это нам, мы могли здесь, и можем сейчас еще, получать правиль, открылось здесь, погнали вверх, закрыли здесь, консолидация, и идем вниз, чтобы закрыть эту зону, все, это вещи, это вещи, о которых вы, друзья, мало где узнаете, если так, по большому счету, это для тех, кто желает прийти на обучение, но обучение, давайте я уберу, ну, в принципе, это то, что я хотел сказать, есть еще один момент, давайте закончить с этим, значит, у нас есть группа, да, вот давайте посмотрим, у нас есть группа, видите, группа инвесторов, DelTik инвестиций, видите, вот, где я, ну, в ней сейчас 36 человек, присутствует, из них 25, конкретно, и реально присутствует, то есть инвестирует свои денежки, и вот здесь я показал, допустим, Wave, да, это монетка, Wave, и я говорил о том, что я слежу за этой, ну, за многими монетками, примерно в районе 120-140 монет, я слежу по многу раз в день, были входы, и вот вчера были выходы, значит, выход 494, доллара 80 центов, видите, USDT, и выход на другом уровне, был 16,82, 17,23, 431 доллара, заметьте, с меня они взяли, комиссионные, 49 центов, и 43 цента, то есть 1 доллар, 80,90 центов, они взяли, комиссионных, а выход был, 920 долларов, и взяли, и взяли они 92 цента, на 920 долларов, 1 процент это 9, а 92 цента, это 0,1 процента. Ребята, но это же очень и очень даже неплохая вещь, правильно? То есть, тот процент за участие, ни один брокер не берет такой низкий процент, как на сегодняшний день, берутся на криптобирже, то есть, в этом-то и есть преимущество базара, вы идете на базар, где вы хотите продать свой товар, значит, то руководство этого базара, которое организовало, берут с вас деньги, правильно? Вот, они берут с вас какой-то процент, правильно? Общий процент, допустим, то ли с вашего профиля, то ли еще как-то. Так вот здесь, это таких процентов, вообще в истории никогда не было, таких низких процентов. Этим и отличается, вот эта вот децентрализованная система, потому что централизованная система, первое, она как бы, скажем, глобальная, все здорово, но там существуют какие-то службы, и все хотят получать свою зарплату, то есть оправд министров, к примеру, да, и всем надо получать деньги, за счет кого, понятно, кого, да, правильно? Это реально, такая реальность. Вот. Здесь это, сегодня, на сегодняшний момент, это один из вариантов принятия участия, именно, вот, потому что вот это вот происходит. Вот я сейчас конкретно, реально показал. Что самое интересное, здесь не показана эта картинка, да, а что будет дальше? А дело в том, что мы дошли до, вот здесь написано, видите, 17.50, но здесь не показано, почему, потому что там есть мои расчеты, я взял просто отдельную какую-то картиночку, так, и показал ее. Это не обязательно, это же люди, как бы инвестируют, они же не учатся. Когда люди будут учиться, тогда, естественно, мы это все будем проходить и разбираться. Там тогда понятно будет, как и что, на чем основана эта методика. Так вот, я могу сказать, что мы уже дошли до 18.30, да, то есть здесь тронулся наш лифт к следующей остановке вверх. Он тронулся. Здесь не показана следующая остановка, но она, сами понимаете, есть. И в портфолио инвестора, видите, дал тик инвестиции, и мой личный, скажем так, мой личный счет, да, я там покупаю опять, поэтому я написал, видите, где-то. Ну, не важно. Ладно. Я написал, я могу вам прочитать, что я написал. Я написал, сегодня был еще выход, а после этого опять вход. То есть, еще раз, вот смотрите, к примеру, да, вот к примеру. Вернемся опять сюда. Вот вернемся сюда. Ну, вот скажем так, вот здесь находится точка резистность. Ну, это условно все, это не так на самом деле, не в данном. Но вот что происходит? Мы до нее не дошли, а мы до нее должны дойти, пробить ее, потому что следующая резистность находится вот в этом месте, да, линия. И здесь, условно говоря, следующий этаж. И как только мы пройдем эту линию, мы почти наверняка идем к следующему этажу. Так, но это зависит от направления, конечно, движения. Здесь много нюансов, но еще раз, это не сейчас. Я просто смысл говорю, какой был выход, а потом был вход. То есть, я увидел, что мы пробили в 18-м, 20-м, сколько мы пробили резистность. Я увидел о том, что мы упали на суппорт, вот это, то есть резистность становится суппортом. И теперь следующий отскок, пробитие, сила тяжести, то есть инерция тянет нас вверх, сила тяжести тянет нас вниз. Мы падаем сюда, отскакиваем и идем вверх. Все, на следующий этаж, который определяется, ну, вот уровнем и так далее. То есть, что-то у меня вышло. Понятно, да? Короче говоря, короче говоря, идея вот такая. Если есть вопросы, вы их можете задать. Я попробую ответить. Как всегда, вопросов здесь нету, наверное, ничего не понятно. Ну, как и понятно, как известно, это всего лишь обзор. Ну, и, собственно говоря, я вот наблюдаю за тем, что происходит. Тесла плюс. Дело в том, что US Oil 72.08, 43 цента вверх, золото минус 15, по сравнению со вчера, silver в минус 30, 0.35, довольно много, евро в минус, британский фунт минус, USD, JPY, или против британской иены, плюс, небольшой, 110.73, таргет 111. Британский фунт минус, биткоин плюс 2%, 39.160, 39.170, другого брокера, ИТР плюс 61, то есть плюс 2%, 2428, вот на этот момент. То есть, пока идет консолидация, короче говоря, но внутри вот этих всех вещей есть отдельные моменты, отдельные нюансы, даже в падении существуют монетки, которые можно брать, если за ними следить, и если они показывают определенным петром, или определенную, скажем, конфигурацию, для того, чтобы их покупать, ну а дальше получать профит. Ну вот примерно так. Все, дорогие друзья, благодарю всех. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok